У меня вчера возникло сильное желание полететь в Севастополь, купила билеты. Очень вас поздравляю. Я сама вообще не люблю путешествовать, вообще я не люблю перемен. У меня как бы с детства всю жизнь не хватало времени на себя, на то, чтобы я была вот сама с собой. У меня большой опыт монашеских жизней в прошлом. И когда наконец-то мои дети выросли, и наконец-то я делаю то, что я хочу делать, в той дозе, в какой я хочу делать, я осознанно сократила свою деятельность. Мне вообще ничего не надо. У меня лес, солнце, небо, птички и всё. А это куда-то ехать, это же надо усилия, в социум вступать, подстраиваться. Вдруг там соседи шумные, вдруг моя гармония как раз проходит проверочку. Ну, короче говоря, не хочется напрягаться. Вот прошлые годы. Но на фоне вот этого единения с собой у меня несколько раз прямо вот так. Хочу на Камчатку. Хоба, всё сложилось. Я там же билетики надо за полгода брать, потому что там не попадёшь туда. У нас же на Камчатку труднее попасть, чем куда-нибудь в дальние страны. Так, чтобы у тебя и место было, куда остановиться и всё остальное. И я поразилась в какое-то правильное решение. Или там какие-то ещё моменты. Вдруг там хочу в Пятигорск, в горы. Оказывается, всё это реально. Бат, страх, полетели туда. Пять дней я среди цветущих растений. Помню, какой-то весной, года два назад с дочкой мы полетели. Я думаю, почему я раньше так не поступала? Потому что не было импульса. Я совпала с этим импульсом. А когда мне говорят, куда я полечу, у меня работа, тра-ля-ля. Это говорит о том, что вы не научились давать себе свободу вот в этом сценарии, в котором вы играли. Я-то в своё время осталась без средств существования. Я дала себе свободу не продавать себя за зарплату, а кушать сухари с растительным маслом с детьми. И преодолевать прессинг окружающего, что я плохая мать. Я могла бы обменять себя на зарплату. Несмотря на перестройку, там были такие места, которые совершенно не моё дело, но за денежки капали очень хорошо. А моё детей растили бы няней. Но я другой выбор сделала. Я шла по пути того, чтобы не врать себе. И на этом пути очень много нужно было пройти такого, что со стороны людей кажется юродством. Но я создала себе пространство, в котором родились те желания, которые дали отдачу от людей. Чем плохи путешествия, я не поняла. Оля, прекрасно, я говорю о том, когда это путешествие рождается у вас, вы конкретно хотели поехать сами на это место, чтобы ощутить конкретные состояния, а не потому, что путешествие и возможность сбежать из дома, как нам рекламные проспекты всё время навязывали. Смените картинку, получите удовольствие наружу, новые впечатления. То есть дома у вас нет ни впечатлений, ни того, ни сего. Вы в состоянии вынужденного зарабатывания на отпуск, скажем так. Я вот о чём говорю. О навязывании. А есть люди, которые вообще живут в путешествии. И автостопом, и в каких-то своих там этих трейлерах. То есть вопрос-то не в этом. Я говорю о том, что это внешнее побуждение. Сколько раз таких моментов я проживала, когда люди после этого путешествия приезжают ещё в хуже депрессии, чем уезжают. Потому что кратковременное отвлечение от своей жизни, а потом ты возвращаешься, а тут всё те же тараканы, с которыми ты не разобрался. Продолжение следует...